МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Совет моего дома. Мы обсуждаем самые важные коммунальные вопросы, о которых невозможно молчать. И оказываем реальную помощь. Каждому из нас хочется лучших условий для жизни. Как поддерживать свой дом в чистоте и порядке? Как обустроить современные детские площадки? Сделать удобными внутриквартальные проезды? Где высадить деревья и кустарники? Все эти вопросы можно решить самостоятельно. Мы научим, поможем, объясним. Включайтесь в эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Совет моего дома решит проблемы вашего. О самых наболевших коммунальных темах мы говорим на страницах в социальных сетях. И вот один из самых популярных вопросов. Можно ли по желанию жителей перенести контейнерную площадку в другое место двора? Что для этого нужно? Конечно же, контейнерную площадку с дворовой территории можно переместить. Для этого необходимо инициативно группе жителей определить место новое под контейнерную площадку. Необходимо учитывать, что это место должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Это как бы от нормируемых объектов расстояние должно быть не менее 20 метров. Общим решением согласовать новое место расположения этой контейнерной площадки и направить заявку в администрацию района, чтобы район посмотрел возможность ее размещения, потому что у нас есть еще подземная коммуникация, чтобы с этими нормами тоже у нас сойтись. После чего район уже соответствующе направит обращение в администрацию города-департамента городского хозяйства. Мы запланируем на перенос. Если контейнерная площадка является собственностью товарищества, собственников жилья, то процедура точно такая же, только ее перенос должен осуществляться уже за счет средств собственников жилья. Один из способов решения коммунальных проблем – обращение, отправленное в районную администрацию через социальные сети. Именно так поступили жители дома 165 по улице Советской Армии. Горожане пожаловались на нехватку парковочных мест и загазованность воздуха вблизи жилого строения. Нередко автомобилисты ставили машины прямо на газонах и тротуаре. Самарцы попросили у властей оградить тротуар бордюрным камнем и расширить парковку. Об итогах проделанной работы – наш сюжет. Загазованность воздуха, бесконечный шум и испорченные газоны – такой была территория у 165-го дома по улице Советской Армии еще несколько месяцев назад. О том, что машины паркуют в зеленой зоне и ездят по тротуарам, жители сообщили в районную администрацию через социальные сети. Также у нас возникали проблемы с очисткой кровли, потому что участок достаточно узкий, и припаркованные автомобили, особенности отсутствия собственных, которых мы не могли найти, они как бы мешали очистке кровли в зимний период. Жители составили обращение, в котором попросили расширить парковку и оградить пешеходную зону бордюрами. На жалобу оперативно отреагировали в администрации Советского района, осмотрели территорию и приняли решение о необходимости благоустройства. Работу провели в максимально короткие сроки. Дышать жителям стало легче, а парковаться удобнее. Жители довольны. Появилось гораздо больше парковочных мест. Даже была высказана благодарность главе Советского района за проделанную работу. Что в данный момент под окнами не дымят автомобили, дым не идет в квартиры. В ближайших планах жители 165-го дома по Советской Армии ремонт внутриквартального проезда и обновление детской площадки. Вопросы о возможном благоустройстве этих объектов уже рассматривают в администрации Советского района. Для того, чтобы коммунальные проблемы решались быстрее, необходимо четкая, слаженная и, самое главное, совместная работа управляющей компанией и жителей МКД над трудными жилищными вопросами. К примеру, дом 27 по улице Отважной когда-то сложно было назвать образцовым. Ситуация в корне изменилась с приходом новой управляющей компании. Что было сделано за это время, посмотрим в нашем сюжете. Дом 27 по улице Отважной перешел в новую управляющую компанию полтора года назад. За это время здесь заменили обычные окна на пластиковые, установили незадымляемую лестницу, провели работы по высадке газона и отсыпке прилотковой части тротуара. Все пожелания жителей исполняются здесь быстро и в срок. Необходимые работы, которые должны будут провести в будущем году, обсуждаются жителями МКД совместно с управляющей компанией на общем собрании. Коммунальные вопросы, требующие решения, тут же заносят в план текущего ремонта. Это очень важная работа, потому что данный дом у нас показательный в плане даже должников. Их нету здесь. Старший по дому здесь отрабатывает на все 100%. Работает как с жителями, так и с нами. То есть если есть какие-то проблемы, обращается напрямую к нам, мы их решаем. В управляющей компании своя диспетчерская и аварийная службы, которые располагаются в этом же доме. Строение достаточно новое, проблема иногда возникает, рассказывает Андрей Терешин. Но совместными усилиями все решаемо. Жители советуют, подсказывают, выбирают дизайн для детских площадок, краски для ремонтных работ в подъездах, ограждений для газонов, присутствуют на беседах с подрядными организациями и делятся мнением по поводу важности того или иного вида работ. Вы посмотрите, сколько мы сделали за этот период. Очень много. Вот даже только в этом году мы поставили 36 пластиковых дверей. Мы экономим тепло. У нас посажены липы, елки, бульдонеж, туи, можжевельник. И вот угловой газон, там сплошные розы. Ежеквартально представители управляющей компании предоставляют собственникам полный отчет о проделанной работе и затратах. Успешно заниматься домовым хозяйством возможно лишь совместными усилиями. Бережно относиться к общедомовому имуществу, соблюдать чистоту вокруг. Порядок должен поддерживать каждый житель многоквартирного дома. Это лишь два примера благополучного разрешения проблемных коммунальных вопросов, поступающих от жителей города. В копилке телеканала «Самаргиз» еще очень много тем, которые приходят от самарцев через группу ВКонтакте. Мы расскажем обо всем подробно в следующих выпусках программы. И вместе с экспертами ЖКХ расставим правильно. Знаки припинания в предложении «Решить нельзя оставить». Смотрите эксклюзивный проект на телеканале «Самаргиз» и помните, совет моего дома решит проблемы вашего. С вами была Ольга Павлова. До встречи.